МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дополнительную уборочную технику и заготовила 500 тонн соли. Снега давно миновали, но посыпные смеси до сих пор лежат на центральных улицах Севастополя. Дмитрий Овсяников поставил задачу ликвидировать последствия зимы до 17 апреля. Оно закончилось. В этом году мы очень много песка и соли высыпали. Раза в два, в три больше, чем когда-либо высыпалось. Вот на сегодня что у нас происходит по основным улицам. Камент транспорта в понедельник в полном составе выйдет на все улицы, если она не будет убрана. Понятна задача? Все. В правительстве Севастополя новые назначения. Должность начальника главного управления потребительского рынка и лицензирования занял Вадим Михайлович Кирпичников. В 1995 году он окончил Тольяттинский политехнический институт по специальности автоматизация технологических процессов и производств машиностроений. В 2005 году он окончил высшую коммерческую школу по Министерству экономического развития России. Специальность финансы и менеджмент. Трудовую деятельность Вадим Кирпичников начал в 1995 году на предприятии Автоваза. С 2008 года занимал должность первого заместителя городского округа Тольятти. В 2012 году стал заместителем мэра и руководителем департамента потребительского рынка и услуг Самары. Приоритетным направлением работы Вадима Кирпичникова на новом месте станет регулирование цен в торговых сетях и на рынках Севастополя. 12 апреля в центре Севастополя искали бомбу, сообщает интернет-вортал «Наш Крым». С 16.30 до 17.00 остановку «Центральный рынок» оцепили полицейские. По информации очевидцев, на остановке был найден подозрительный черный пакет, о котором горожане сообщили в полицию. Информацию проверяли правоохранители со служебными собаками. На период проверки движение транспорта на этом участке было ограничено. Пресс-служба МВД России по Севастополю сообщает, что информация о бомбе не подтвердилась. В районе 17.00 оцепление было снято и движение транспорта полностью восстановлено. В Севастополе выберут лучшего педагога. Региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года России» проходит на базе двух учебных учреждений города – 58-й школы и 8-й гимназии. В рамках конкурса участники делятся профессиональными навыками и методическими наработками, проводят уроки, мастер-классы, проявляют нестандартный подход к учебному процессу. Они видят друг друга впервые, а кажутся, будто сто лет знакомы. Урок математики в третьем А-классе 58-й школы ведет педагог школы номер 43. Таковы правила конкурса – учитель должен найти подход к ребятам, с которыми до этого не был знаком. Не просто, но справиться можно, особенно если подойти к уроку творчески. Чтобы изучать многозначные числа, было проще и увлекательнее, достаточно вспомнить номера троллейбусных маршрутов, которые соединяют Гагаринский район с центром города, узнать протяженность крымских дорог, а для закрепления сделать разминку. Задачки были интересны, например, с города знаний. Математика «Царица наук» прислала задачу, связанную именно с маршрутами с троллейбусами, где они должны были поставить в правильном порядке. Я очень люблю детей. Очень хочется, чтобы молодые педагоги шли в школу, любили школу. Мне больше всего понравилось на уроке то, узнать, сколько метров проходят наши севастопольские троллейбусы. Учительница понравилась тем, что она как бы разговаривает с нами по-ласкому, объясняла нам все. Оригинальный игровой подход к подаче материала – лучшее оружие в борьбе с детской невнимательностью на уроках и главный критерий для победы, говорят учителя. Заинтересовать детей и преобразить учение в увлечение получается только тогда, когда становишься не просто педагогом, но и другом для школьников. В своей работе я использую чаще всего то, чем интересуются ребята. У нас сейчас век информационных технологий, и поэтому своим долгом я считаю научить детей пользоваться информацией правильно. Правильно использовать социальные сети, интернет-ресурсы. Чтобы стать другом, нужно их воспитывать в коллективе, в группах, в парах. Для этого мы используем вот эти вот работы – не классную, не урочную деятельность. В региональном этапе участвуют 12 педагогов из 10 школ Севастополя. Это учителя начальных классов английского и русского языков, информатики и математики. Конкурс проходит в два тура. В первом – визитка, презентация персонального интернет-сайта, проведение урока. Шесть участников, набравших максимальное количество баллов, проходят во второй этап, где запланированы мастер-классы и методический семинар. Это возможность, во-первых, показать себя, во-вторых, это возможность дальше получать аттестацию. И когда они готовятся, они уже систематизируют все знания, полученные ранее. Мы же очень много провели различные курсы о повышении квалификации, причем эти курсы были для каждой категории педагогов, и они теперь могут показать, как они это используют. Региональный тур конкурса «Учитель года России» продлится до конца апреля. Победитель будет представлять Севастополь на всероссийском этапе. Анастасия Синица, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. И о погоде. Как сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 апреля в Севастополе переменная облачность. Без осадков ветер ночью восточный, днем западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 12-14 со знаком «плюс». Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok